Основные изменения направлены на борьбу с незаконным промыслом. Теперь охотник должен поставить отметку в документах сразу после успешной добычи. Только после этого возможна транспортировка. Егерь имеет право остановить охотника в лесу, проверить документы, личные вещи и автомобиль. Да и само понятие охота расширено. Охотникам признается уже тот, кто физическое лицо, которое находится в охотничьих угодьях с оружием, собаками охотничьих пород, либо ловчими птицами. И охотой признается преслеживание, добыча, транспортировка. Пополненный список разрешений. Теперь охотиться на многих животных можно с тепловизорами и приборами ночного видения. Увеличены и сами сроки охоты. Если раньше охота открывалась на 10 дней всего лишь весной, на всю и селезня, и гуся, вальшная, то сегодня эта охота подразумевается 30 дней на селезня, а 10 дней на вальшная, по и гуся. Если раньше по прежним правилам охоты на копытных животных проходила до 31 декабря, то по новым правилам охота будет проходить до 10 января. Особое внимание безопасности. В темное время суток теперь необходимо быть в одежде, оснащенной светоотражающими элементами. Виктория Шуваева, Геннадий Воробьев. События дня.